что может быть общего между бурлением антифриза в расширительном бачке наличием охлаждающей жидкости в выхлопной системе и неоригинальной запасной частью кажется никакой связи между ними нету на самом деле она есть добрый день дорогие друзья вы снова на канале омзап и с роман и для того чтобы все-таки найти связь между этими казалось бы не взаимосвязанными вещами нам нужно проехать на новую территорию по адресу дубнинская 83 а строение 3 поехали главным действующим лицом детективной истории у нас является автомобиль starx 2007 года выпуска с пробегом в 240 тысяч километров с копейками и двигателем d4 cb но для нашей истории абсолютно не имеет никакого значения что это за модель автомобиля какого года выпуска какой пробег главное это двигатель повторюсь еще раз d4 cb и так обратился владелец с жалобой что у него автомобиль не заводится мы перед началом диагностики естественно решили проверить уровни технических жидкостей в двигателе открыв капот а капот увидели что в расширительном бачке охлаждающей жидкости нет долив ее мы увидели что она потекла а как вы думаете откуда совершенно верно из глушителя а это говорит нам о чем о том что где-то проблема в механической части двигателя естественно когда там доливая жидкость в расширительный бачок оттечет у тебя из выхлопной трубы но там посмотрел снаружи там все ли там прикручено все ли нормально и оказывается то что увидел что на убитом то новое пальто головку то новое значит некоторое время назад он делал ремонт двигателя и заменил головку блока цилиндров но поезде в какое-то время после ремонта обнаружил что двигатель у него работает неравномерно и обратившись какой-то другой сторонний сервис попросил выяснить причину неравномерности работы в этом сервисе ему долго диагностировали пытались найти это неисправность даже форсунки снимали они он практически новые внешне никаких повреждений туда же поставили новую новое медное колечко в результате чего неисправность ему так и не устранили и владельцу нужно было ехать по каким-то своим очень важным делам куда нужно было приехать несмотря ни на что и никакие потери он выехал на трассу и помчался и с его слов дальше на что он ехал ехал вдруг внезапно у него поднялась температура охлаждающей жидкости он естественно остановился посмотреть чем же причиной обнаружил что у него потек шланг системы охлаждения устранив течь владелец больше не смог завести двигатель как не старался и после этого естественно он приехал к нам и что же мы увидели прокладка головки блока не оригинальная и имеет дефект она прогорела но прогорела и прогорела это бог бы с ней главное как и что обратите внимание как прогорела на дырка поражена насквозь уж туда в систему охлаждения не через эту дырку как раз и попадал антифриз выхлопную систему а как же такое могло произойти давайте порассуждаем а на дизельном двигателе и в частности вот на конкретном этом моторе произошло это из-за того что первоначально когда владелец обратился с неравномерной работой дефект его не устранили скорее всего там была какая-то микротрещина в прокладке вот в этой вот не оригинальный и мотор начал неравномерно работать дальше когда владелец выехал на трассу и поехал на ней там на большой скорости да то есть у тебя там 4000 оборотов скорость там 120 или там 140 километров в час и ты прешь по этой трассе груженный причем у тебя в этот момент с камеры сгорания у тебя максимальное количество топлива брызгается максимальная температура и максимальное давление естественно у тебя образуется через эту трещину как кумулятивная струя вот этот горящего топлива вместе с воздухом да она у тебя прожигает вот это вот дырень и причем мотор у тебя не глохнет а то он продолжает ехать и работать до последнего и ведь и у тебя же не в движении мотор заглох владелец его сам заглушил из-за того что у тебя весь антифриз ушел выхлопную систему и поднялась температура после этого только он заглушил двигатель и больше завести он его не мог потому что с такой дыркой у тебя мотор не заведется но мало того что вот прожигал вот это вот кумулятивной струей алюминий у нас же ведь еще дефект продолжил расширяться и куда он нас привел и вот эта струя горящего топлива с воздухом прожигала не только алюминий она еще практически прожгла чугунный блок видите вот здесь вот повреждение поверхности блок цилиндров а из-за высокой температуры и такого безумного горения повредила еще и стенку цилиндра он какие огромные задиры и прожгло поршень сейчас поднимем посмотрим и обратите внимание поршень тоже прогорел вот у него днище оплавилась как раз в том месте где дефект у прокладки головки блока ну и в результате таких катастрофических я бы сказал разрушений данный двигатель ремонту не подлежит и его требуется заменить в сборе ну и при замене двигателя и по таком дефекте вышел из строя естественно катализатор почему потому что при контакте с охлаждающей жидкостью он пришел вот в такое состояние нам пришлось его оттуда удалить но мы вам не показываем состояние турбокомпрессора почему потому что контрактный двигатель который будет установлен на этот автомобиль он уже идет в сборе с турбиной и с генератором поэтому не имеет смысла разбирать старую турбину с этого двигателя и нам осталось ответить на самые последние вопросы самый важный а что же явилось причиной данного дефекта и данного ремонта на первый взгляд может показаться что причина дефекта была вне оригинальной прокладки на самом деле это не так причина дефекта была в том что первоначально некачественно отремонтировали двигатель и когда меняли прокладку естественно владелец выбирает себе запчасти ну более бюджетные и разумеется пронитовая прокладка стоит дешевле чем стальная но проблема вся в том что когда ему заменили прокладку головку блока не отфрезеровали и поставили пронитовую прокладку в результате чего она из-за неровности головки блока прогорела но вторая не менее важная причина дефекта является то что неисправность с первого раза не устранили а продолжали ехать ездить неравномерно работающим двигателем и уже продуло не только прокладку но и головку блока ну а пока мы с вами рассуждаем и и ищем причины выхода из строя наш егор уже установил контрактный двигатель и даже завел автомобиль пойдем послушаем мотор установлен жидкости залит и он даже работает пока мы рассуждали егор уже завел давайте же послушаем шепчет так там передачи включают ну что ж а теперь пройдемте в кабинет итак подведем итог быстренько коротенько так 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 и по стоимости работ у нас вышло на 39 тысяч рублей это снять поставить двигатель разобрать продефектовать и завести и по запасным частям вышло 89 тысяч рублей это стоимость самого двигателя плюс расходники там масла фильтра и какие-то там прокладки при сборке двигателя ну а вы ставьте лайки пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал ну а с вами был я роман до новых встреч в эфире